В гостях у Академии Зирок С нестандартным мышлением Собственно, что характеризует ее Наверное, все таланты В какой-то свободе находятся Свои пути проявления Творчества Даже манеры общения От манеры общения до творчества Какие моменты запомнились всего Это, не знаю Наверное, связано со мной Потому что я ее с ней коннектировал Это когда у нее что-то болела нога Я говорю, что я поднесу вас Я взял ее на руки И она обалдела Я взял ее на руки И занес на это Почему-то все начали Фотографы Камеры собрались Фотография Одна из ярких А что она неординарная Я не знаю В творческом мире Но даже что-то неординарное Это уже ординарное Потому что, собственно, мы ищем нестандартные мысли А нестандартные И общаемся в нестандартных темах Нестандартные мысли И это называется творчество Как бы, вот так Какие у вас были ощущения и эмоции Когда повернулись абсолютно все члены жюри? Ну, я не ожидал, честно Я просто занимался творчеством Занимался той музыкой, которая мне нравится И, ну, так как получается Ну, черниги не сильно понимают Ну, или в то время понимали там Европейскую музыку какую-то Ну, я делал то, что мне нравилось Вы работали в Китае по контракту Хотели бы вы вернуться назад? Ну, в Китае я уже был второй раз Первый раз полгода И сейчас 7 месяцев Вот вернулся недавно Я работал не по контракту Самое удивительное, что я сразу поехал как фрилансер То есть, ну Блин, было непросто У меня был не очень хороший английский Первое время Ну, очень, очень плохой английский, хорошо Но со временем, как бы, нормально Выгребся, понял, как это все происходит Собственно, в Китае, но это и есть Ну, тот мифичный шоу-бизнес О котором все говорят в Украине Говорят, даже на протяжении 20 лет И, собственно, там он есть Там есть какой-то рынок Вернуться Я не вижу другого Ну, так получилось Что я самым, наверное, высокоплачивым Певцом в Черниге был И уже после первого контракта Я уехал еще до Майдана До революции Приехал, и никто не готов платить Ну, деньги, как бы За выступление А я, собственно, взрослый человек Который должен что-то зарабатывать в жизни Мужчина, который должен зарабатывать Расскажите немного о своем первом выступлении Вы сильно переживали? Да, это, наверное, первое выступление было Что я вышел петь песню Там Не очень пропевная какую Но я помню, как у меня Дрожала нога настолько Что Ну, я просто Мне казалось, что все видят Как она дрожит Прямо Вот так И я начал притупывать Чтобы, как бы, оно Не так виделось То есть, я переживал Что вот Ну, вот так ноги дрожали Потому я, как бы, вышел из ситуации Я начал притупывать То есть, такое волонение было Ну, это было успешно И было прикольно Чем больше волнуешься Это Чем больше энергетика у тебя есть Вот фон, да, вот Энергетический Который включает И адреналин И вот все процессы Становятся быстрее И ты отдаешь энергию То есть, это люди чувствуют Когда ты волнуешься Когда ты не волнуешься, все Ты умер, короче И это не будет никакого эффекта То есть, всегда нужно жить И чем острее это ощущаешь жизнь Тем больше она передается другим Как вы думаете, что означает фраза Добро пожаловать в шоу-бизнес? Она прозвучала тогда, когда все члены жюри повернулись Я не обратил на нее внимание Это ничего не означало Это просто шоу И нужно что-то говорить Иногда в тему, иногда не в тему Ну, если честно говоря, то я немножко пожаловал Возможность того, что я поучаствовал в «Голосе страны» Это, ну, не говорится, что у кого-то, ну, что-то меняется, да Я, ну, я шел туда, я понимал, почему это мне нужно Потому что большинство участников, которые там проходят финал, неважно, даже суперфинал Если они не находят применения, они возвращаются на свои оси И так же, как бы, живут, как и жили раньше Но из-за того, что у меня уже много было контактов Вот приставочка не просто Дима Селянская Дима Селянский, финалист «Голоса страны» Дала возможность мне наступать на разогреве В совместных концертах с такими артистами, как Гайтана, Газманов, Скай, Другая река Вот это, ну, то есть, дало возможность просто, вот Это уже какой-то вот шаблончик, да Вот шаблончик, который дал какой-то пропуск, да Для того, чтобы где-то соответствовать, где-то уже приближаться к каким-то там, реально звездам нашего шоу-бизнеса И зарабатывать другие деньги Что бы вы могли пожелать подрастающему поколению? Стоит ли принимать участие в различных конкурсах и проектах? Не то, что можно, но нужно быть творческим Тогда можно быть успешным во всем Не важно, это сантехник, или скульптор, или музыкант, или певец, или тракторист Сейчас, если что-то развивать, то вот сейчас, почему я к слову тракторист, что это не трактора сейчас, а самолеты Просто на которых тоже, ну, там, нужно столько знать И если ты профессионал в своем деле, то это будет, ну, в любом случае успешно Тут важно спросить у Бога о своем таланте Вот, найти себя в жизни, найти свой путь, найти свой талант в жизни Чтобы потом развивать его, что очень тяжело Сейчас много выпускников не знает, куда поступать И я даже не знал, куда поступать Но, собственно, нужно искать, спрашивать И кто ищет, достучите этот вариант, ищите и найдете И это очень важно Не лениться, люби то, что ты делаешь Выбирать любовь, а не выбирать деньги Вот, если, ну, человек выбирает профессию, которая будет приносить ему больше денег А не ту, которую он любит, он проигрывает уже Потому что минимум 50% человеческой жизни протекает в работе И насколько он будет любить ее, и насколько он будет проводить время в любимом деле Это будет уже 50% успеха Хочу сказать вам большое спасибо за интервью Мне было очень интересно и легко с вами общаться Спасибо вам, очень приятно Успехов вам Спасибо 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 Спасибо